Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по этой ссылке на наш патреон. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. Ну что, друзья, чем дальше в лес, тем сильнее нам начинает казаться, что среди советников Путина есть некий агент, если не СБУ, то Госдепа точно. И суть его работы давать бункерному деду максимально идиотские советы, так чтобы в глазах всего мира Россия выглядела чем-то вроде кровожадного посмешища. До тех пор, пока Украина хоть в каком-то качестве будет существовать, угрозы России, соответственно, будут существовать. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы от нее не осталось даже воспоминаний. Три дня всем выйти мирным из Харькова, из Николаева, из Одессы. Три дня. Если это не будет сделано, сносим квартал за квартал. Впервые эта мысль пришла нам в голову еще прошлой осенью, когда страна с якобы второй армией мира и угрозами разгромить НАТО. Действия будут таковы, что именно мы будем пересматривать все. Начиная от Организации Объединенных Наций и ее вот этих вот всех дочерних институтов. И заканчивая институцией Евросоюза. Ты что так много говоришь? Ты бы помолчал и послушал. А не летят ли наши ракеты? Потому что этот звук скоро может достичь ушей тупых европейских лидеров, которые считают, что они в домике. В реальной войне получила по ушам от Украины и от бессилия принялась воевать с ТЭС под улюлюканье останкинских пропагандистов. Вчера ночью, когда полетела по инфраструктуре, и не долетела еще. Надеюсь, что и сегодня полетела. То, что они заерзали, то, что они так на это реагируют, показывает, говорит нам только об одном. Мы правильно делаем. Мы попали в яблочко. Вот это и надо было делать с самого начала. Смотрелось все это максимально жалко, прежде всего для российской же пропаганды. Ведь в первые дни спецоперации с каждого утюга кричали об операции спасения. Не случайно эта военная операция называется спасение. А потом вдруг оказалось, что у так называемых спасателей не оказалось аргументов, кроме как морозить зимой пенсионеров и детей. Сегодняшние удары и еще три таких просто вгонят всю незалежную в каменный век. В итоге многоходовка Путина с треском провалилась, а единственным ее результатом стало получение Украины новейших систем ПВО, которые страны НАТО до этого не планировали давать. Украинское небо теперь будет еще более защищенным. Минобороне сообщили, что в Украину наконец прибыли системы противовоздушной обороны «Патриот», которые могут сбивать баллистические ракеты. И на тот момент лично нам казалось, что в Кремле сделают выводы. Но нет. Видимо, унижений было мало. И после позора с ТЭС бункерный дед решил воевать с пшеном и горохом. Две ракеты типа «Калибр» попали в зерновой склад аграрного предприятия в Одесской области, в результате чего уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Два человека получили ранения. На протяжении всей недели Россия не жалеет даже сверхзвуковых ракет, чтобы героически победить зерновые терминалы на юге Украины. Россия атаковала зерновые терминалы в портах Одессы и Черноморск, в результате чего получила повреждение инфраструктура трейдеров. Также была атакована портовая инфраструктура, задействована в работе зернового коридора и повреждены резервуары и причалы Одесского порта. Глядя на все это, так и хочется сказать. Вот война с горохом – это реально ваш уровень. Ведь на фронте даже малейших продвижений нет уже полгода. Ноль захваченных населенных пунктов, больше десяти потерянных. И как же забавно, когда при таких водных пропагандисты и чинуши грозятся отрезать Украину от Черного моря. В Госдуме заявили, что Россия обязана отрезать Украину от Черного моря. Если Украина не будет отрезана не только от Азовского, но и от Черного моря, а это канал поступления вооружений и всего остального, это еще и постоянная угроза не только для берегов Крыма, но и Кавказа, всех российских берегов в регионе, уточнил Затулин. Божечки, жалки, ну вам самим не смешно от этой пустой бравады? Какая Одесса? Какой Николаев? Вы Авдеевку в километре от Донецка 9,5 лет захватить не можете. Маринка прямо на западной окраине Донецка до сих пор не взята. Когда я вот слышу, что нужно, да, действительно, я согласен полностью, нужно отрезать Украину от Черного моря, освобождать русские старые города Николаев и Одесса, замечательно, конечно, но мы давайте вспомним все-таки Маринку, там 6 километров длины мы с прошлой весны освобождаем, пока еще освободить не можем. И это при том, что лично Кадыров пару месяцев назад грозил оккупировать Маринку подразделениями Ахмата. Кадыров, чеченские подразделения Ахмат, приходят в наступление в зоне СВО. В частности, на Маринское направление перебросили силы спецназа Ахмат и полка Север-Ахмат Минобороны РФ. Командовать ими будет герой России генерал-майор Апти Алаудинов. И очень хочется уточнить, ну так что, взяли? Ахмат! Герой! Ведь по факту на Донецком направлении Россия не то чтобы не продвигается, а наоборот системно теряет опорники, построенные еще во времена АТО. Историческое событие. ВСУ освободили часть территории, которая была под оккупацией с 2014 года. ВСУ продвинулись к востоку от Красногоровки. Эти территории были оккупированы с 2014 года, а сначала полномасштабное вторжение стали серой зоной. Кроме того, ровно там же происходит активная демилитаризация медийных скрипоносцев. Например, совсем недавно на концерт Кобзону отправился автор одного из самых популярных околовоенных телеграм-каналов страны на букву «Р», известной постоянными угрозами украинцам. Под Красногоровкой погиб командир извода БПЛА, автор канала «Миша» на Донбассе. Михаил служил в 5-й бригаде, был командиром извода БПЛА и вел телеграм-канал с фронта на Марьинском направлении. Причем, что интересно, подпевать Кобзону Лучин будет не один, а в компании с боевиком Журавлевым. В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами по группе журналистов погиб военкор «Рия Новость» Ростислав Журавлев. Украина целенаправленно бьет по населенным пунктам кассетными боеприпасами. Это будет продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожен нацистский режим, засевший в Киеве. Но мы сейчас вам покажем этого типа журналиста. Чувачок с оружием в руках участвовал в захвате украинских городов, пытках пленных. А теперь за поребриком повизгивают, мол, алярм убили журналиста. В общем, как вы поняли, о любых неудобных фактах на федеральных каналах молчок. Почти каждый эфир — это попытки сделать хорошую мину при плохой игре. И получается, честно говоря, так себе. Ведь пропагандисты за полтора года войны опустились до того, что от тем из серии «Со дня на день захватим Киев». В Киев вот-вот войдут части тоже для зачистки Киева. Я не знаю, примут ли их с цветами. Но что к ним будут относиться все в Киеве с большим-большим уважением, это я могу ожидать. Перешли к радостям «Ура, мы попали по гороху». Про Одессу, если можно. Буквально пару слов. Мы, разумеется, не агрессоры, но с удовольствием смотрим на то, как мы уже третью ночь подряд наносим удары. Мордан даже не постеснялся этой грандиозной победой назвать. Мол, горох уничтожен, зерновой сделки больше не будет. Мы побеждаем. Но вот если вам надо, то вот это вот с моей точки зрения пример даже не вне военной пропаганды, а, скажем так, вот компетентного объяснения, что произошло и что будет дальше. Вот что будет дальше. С Одессой, с Николаевым, с украинскими портами. Ведь по факту это не что иное, как радости убогих. Но не будет зерновой сделки и что дальше? Будут зерно фурами или по Дунае вывозить? Да, прибыль Украины будет меньше, но вас же к победе это никак не приблизит. Скорее наоборот. Привет всем, которые говорят нам, что Россия воюет с какой-то там Украиной, с какими-то там украинцами и прочее. Нет, мы воюем за другую Одессу, мы воюем за других одесситов. И отдавать ее никаким свиноподобным мы точно не будем. О какой Одессе ты мечтаешь, дядя? Надо либо закусывать перед эфирами, либо очки протирать. Ведь единственное, чего вы реально добиваетесь безумными ударами по зерновым терминалам или историческому центру Одессы, это окончательная дерусификация юга Украины. Ну, нахрен уничтожит Киев. Согласен? Уничтожит Львов. Уничтожим, давайте хотя бы там где-то, откуда эти ракеты поступают, там же этот переход, он... А столица сделаем Одессу, да? Да. Которую мы сохраним. Нет, мы Одессу, конечно, не сохраним, простите. Ну и потом заново отстроим. Так будет гораздо проще. Ху**, а не Одессу. То есть, такими темпами даже латентных ватников скоро не останется. Или вы думаете, Одесситы поверят, что в крупнейшем соборе города водные беспилотники собирали? Ну, как всем рассказали клоуны из Министерства обороны. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповый удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса. Ну да, в соборе собирали и прям с купола запускали. А батюшки в это время под рясами Шторм Шэдоу прятали. Но это не точно. Ну а если серьезно, история со Спасо-Преображенским собором в Одессе еще раз доказывает, что Путину плевать даже на лояльную к России публику. Храм-то ведь Московского Патриархата. Его гундяй в свое время освящал. 21 июля 2010 года Святейший Патриарх Московский в Сея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воссозданного Спасо-Преображенского кафедрального собора Одессы и возглавил совершение в новоосвященном храме божественной литургии. И там же с началом большой войны хватало пророссийски настроенных священников и прихожан. А теперь туда прилетели ракеты. Как до этого они прилетали, например, по Святогорской лавре. Это корпус 1850 года. Это 1851 года. И вся эта часть того, что лежит тут по территории. Прилетела в стену, ударила. Там вот матушка Варвара была в келье, все такое, ее просто засыпало и все. Все это как бы ненавязчиво намекает так называемым ждунам, что Россия вас всегда кинет и предаст. А кому мало аргументов в виде ракет, может на судьбу неугодных Путину уропатриотов посмотреть. Игорь Стрелков-Гиркин, полковник запаса ФСБ, отправлен в СИЗО на два месяца Мещанским судом Москвы. Против бывшего лидера донецких сепаратистов выдвинуты обвинения в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Если бы нечто подобное в 2014 году показали на условном Первом канале, вся страна бы сначала не верила, а потом стояла бы на ушах. Ведь по телеку тогда им говорили, мол, Гиркин вовсе не военный преступник, вспарывавший людям животы, а совесть нации – символ русской весны. Это тип русского идеалиста, консерватора. Его называют первой, и благодаря его таланту сплоченная армия ополченцев уже длительное время сдерживает натиск украинской армии и нацгвардии. А теперь этот символ за решеткой сидит и судит его даже не в Гааге, а в Москве. И самое главное – за что? По ужас усатый террорист посмел критиковать царя. История не имеет сослагательного наклонения. 23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее пустить пыль в глаза значительной части населения. Сейчас оно – последний островок легитимности и устойчивости государства. Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. Вот если бы семь самолетов сбил, как Пригожин, можно было бы и в Беларуси в командировочку мотнуть. А раз Путина обозвал, то сразу за решетку. Вы такие! Вот эти все стрелковые гиркины, вот эти губаревы, подоляки, вот эти все мантяны. Кто вы такие, чтобы что-то здесь говорить, указывать нам, каким должен быть Владимир Владимирович Путин, Министерство обороны и все прочее. Кто вы такие? Я бы сейчас им советовал к нотариусу сбегать, на всякий случай распорядиться своим имуществом. В случае, если меня и так далее. Через троеточие там уже все остальное. А может билеты купить? Куда-нибудь от Белиси? Пососать там вялые сиси. Что забавно, холопы, в свое время обогатворившие гиркины, сейчас сделали вид, что ничего не происходит. Это, к слову, о том, что с людьми делает пропаганда. А как же символ русской весны, ребятки? Все? Сдулись? Ну, конечно, сдулись, ведь под зданием суда собралось три калеки, две чумы. Да и тех ОМОН запаковал за минуту. Игорь Иванович всегда подвергал критике обоснованной действия руководства Министерства обороны. А почему так происходит? А ведь среди задержанных был и еще один знаковый персонаж. Шутка ли? Цельный народный губернатор ДНР и Павлуша Губарев. В 14-м эту фамилию скандировала вся площадь Ленина в Донецке. Губарев! 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 Чуть ли не лицо восставшего Донбасса. А теперь его пинками загоняют в автозак. А пропагандисты измываются, мол, что вообще эти ноунеймы себе позволяют? Вчера у суда, где оказался Стрелков, собрался чисто на вальнивский митинг. Причем собрал его какой-то там Губарев. Это не тот самый Губарев, который начинал в фашистском РНЕ. Да, то есть в Донецке было можно, а в Москве нельзя? Мы все верно поняли, дядя? А что он делает в Москве, у меня большой вопрос, у здания суда? Этот большой герой Донбасса. Но двойные стандарты кремлевской пропаганды уже давно не новость. А самое важное здесь в том, что пауки в банке начали активно пожирать друг друга. Сначала расправа на ЧВК Вагнера. Теперь Гиркин за решеткой. О чем все это говорит? Да только о том, что Путин реально напуган. Он отлично понимает, что выиграть войну в нынешних реалиях фактически невозможно. А проигрыш почти гарантированно закончится протестами и сменой власти. Идет уже сейчас, что называется, стелет соломку. Но у нас для него плохие новости. Точно не поможет. И рано или поздно прямо к бункеру придут вовсе не натовцы и не бандеровцы, а кровожадные упыри, которых сам же Путин и воспитал. Ведь не зря говорят, что запуская кровавый бумеранг, всегда нужно думать о том, что он обязательно вернется. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!